Недавно я услышала такую интересную идею, что человек должен жить в режиме шута, и тогда у него всё будет как по маслу. Итак, что значит режим шута? Ну вообще, есть такой аркан шут. Он отвечает именно за такое отношение к жизни, пофигистическое. И есть высказывание, закон мироздания, которое называется «Дуракам везёт». Дурак и шут — это в принципе одно и то же. Итак, вот почему, вы спросите, нужно жить в шуте? Жить в режиме шута — это означает жить, доверяя Вселенной. Жить по течению энергии, не сопротивляясь своей интуиции. В общем, есть такая система. То есть это не просто жизнь, но есть что-то невидимое, которое управляет этой жизнью. Потому что если мы будем полагаться только на то, что мы видим, то это будет тотальная ошибка. Потому что уже давно учёными доказано, что мы не можем видеть всё, что происходит. То есть есть вещи невидимые, но они есть. И отрицать это глупо. Итак, так почему же Вселенной нужно доверять? Потому что у Вселенной уже есть самый оптимальный, хороший план твоей жизни. То есть Вселенная знает, чего ты хочешь, и у неё есть план, как ты можешь этого достигнуть самым быстрым, самым классным, самым мудрым, самым как бы путём, который большему тебя научит. То есть мы всё равно здесь учимся, то есть вспоминаем. И нам даются уроки. И если ты не будешь сопротивляться этим урокам и просто поймёшь, что если у тебя это есть, то значит ты сам виноват в этом. Или ты сам должен себе быть благодарным за это, то тогда ты включаешься в режим шута, где ты особо не напрягаешься. Если что-то плохое происходит, ты особо не огорчаешься. А если хорошее происходит, то ты вообще благодарен два раза. То есть ты не только в неудачах видишь удачу, но и не пытаешься идти против системы. То есть ты идёшь туда, где тебе радостно и интересно. А туда, где тебе не радостно и неинтересно, ты не идёшь. То есть ты вступаешь в отношения, в которых тебе хорошо. Ты не вступаешь в отношения, в которых тебе плохо. Но даже если ты вступаешь в отношения, в которых тебе плохо, ты знаешь, что это урок, ты знаешь, что ты это заслужил, и поэтому ты не огорчаешься, и поэтому ты дальше вступаешь туда, где тебе нравится. Короче, тут, понимаете, тут есть, даже если плохо произошло, ты всё равно это воспринимаешь хорошо, потому что, ну, значит, это ты заслужил, то есть тебе некому винить, всё по карме. А если с тобой случается всё хорошо, тогда всё хорошо, то есть тут даже не о чем говорить. И режим шутай предполагает то, что ты веришь в эту основную установку того, что с тобой не могло случиться что-то другое и что-то лучше или хуже. То есть то, что случилось с тобой, могло случиться только так и никак иначе. И в пример привёлся такой пример фильма Marvel, где Доктор Стрэндж рассчитывает все варианты победы, и из миллиарда вариантов есть только один, который произошёл. Хотя он, ну, вы знаете, прошло много лет, и только после какого-то периода времени они смогли победить Таноса. И это был единственный вариант. То есть можно было свалить вину на Тора, который не смог оторвать перчатку, потому что, по-моему, он там не смог оторвать перчатку и взвесился в момент, и дал ему, короче, по лицу Таносу. И тогда из-за этого всё, короче, разрушилось, хотя он в тот момент мог всё это прекратить. То есть в тот момент он мог отобрать у него вот эту руку с камнями, и в тот же момент они могли выиграть. Но так не произошло, потому что он взбесился и ударил по танцу. И тогда все могли ополчиться и сказать, из-за тебя, короче, Вселенная всё, из-за тебя Земля погибла. Ну, половина Земли. Но сделать так означало бы, что они не понимают, что если уж так произошло, значит так должно было произойти. И никак по-другому не должно было произойти. И поэтому жить без сожалений — это и есть ещё один принцип режима шута. То есть ты никогда не жалеешь ни о чём, потому что ты знаешь, что да, может быть, у тебя бы было больше денег. Или ты потерял бы меньше времени, или ещё что-то. Но если жить постоянно в сожалениях, это уж точно не сделает тебя счастливым. И никакой пользы абсолютно от этого не будет. Ты только будешь чувствовать себя ничтожеством и просто ненавидеть себя. И это нормально, даже если ты будешь чувствовать себя ничтожеством и ненавидеть себя. Это тоже опыт жизни человеческой. Но какой в этом смысл, если можно было сказать, если так произошло, так должно было произойти. И всё равно в конце они победили Таноса. То есть я вот всегда думаю, что единственная вещь, о которой я жалею, это, наверное, то, что я не начала снимать ютуб-канал в более ранние возрасты. То есть сейчас это даже тренд какой-то, что, типа, я иду на работу, потому что в 10 лет не начала ютуб-канал. Но на самом деле, видимо, если так случилось, значит, это было единственным вариантом, как это должно было случиться. Потому что, как-никак, у нас есть свобода воли, но как бы и нет свободы воли. То есть, конечно, то есть в книге, которая называется «Возвращение домой», ой, «Путешествие домой», ему сказали, «Ангелы сказали ему, оставь рюкзак с фотографиями здесь, то есть не бери его дальше с собой». Он не послушался и дальше пошёл с рюкзаком. И что, вы думаете, дальше было? Дальше был шторм, который заставил его снять рюкзак и идти дальше без рюкзака. То есть, да, ты можешь выбрать идти дальше с рюкзаком, но потом всё равно будет шторм, который заставит тебя снять этот рюкзак. То есть, выбор как бы и есть, но как бы его и нету. То есть, ты не можешь постоянно вредить людям и дальше как бы продолжать свою жизнь. Тебя обязательно запрут в тюрьму, или ты просто умрёшь. Потому что есть такое закон мироздания, что если ты будешь постоянно вредить, то долго это не продолжится. Всё равно всё идёт в сторону добра и любви. То есть, да, ты можешь сотворить какие-то страшные дела какое-то время, но потом тебе всё равно, короче, как полицейские, они заберут тебя, и ты будешь сидеть без возможности свободы. В общем, и почему я говорю, что свобода выбора есть, но её как бы и нету, это из-за того, что... Самые главные моменты в твоей жизни уже предначертаны. То есть, есть определённая судьба, есть определённый духовный контракт, который должен исполниться. Конечно, у тебя есть свобода воли, и ты можешь сделать всё поперёк. Потому что даже в книге «Путешествие домой» он сказал, вот у меня есть путь, но неужели я не могу протарить свой собственный путь? И ему сказали, ты можешь протарить свой собственный путь. И он пошёл собственным путём. Но это было ужасно... Это было ужасно трудно. То есть, это было... Он не смог много протаривать свой путь. То есть, для того, чтобы протаривать свой путь, который отличается от судьбы, нужны просто мегагигантские усилия. И есть такой закон, что желание и усилия главнее судьбы. То есть, у тебя всё равно будет свобода выбора. Но если так посчитать, Бог сказал, что в конце мы всё равно попадём к нему. То есть, мы всё равно сольёмся с единым, и всё равно вы вернётесь ко мне. То есть, мы всё равно идём по пути добра и любви. От нас зависит, как долго это будет. То есть, и даже если мы... Смотрите, мир движется как колесо. И даже если мы попали в высшую точку, нам придётся спуститься и воссоздавать себя заново. Потому что, если это высшая точка, то уже выше нет. Значит, тебе придётся спуститься. И это как колесо. Вечное колесо жизни. Но дело в том, что ты всё время движешься вперёд. Ты не движешься назад. И в этом и нет свободы воли. В том, что ты должен двигаться вперёд. Потом ты можешь выбрать точку назад. Но всё равно ты должен... То есть, траектория движения — это развитие, эволюция, расширение. Потому что даже Вселенная расширяется прямо сейчас. Но дело в том, что вот наша Вселенная, она когда-нибудь взорвётся. То есть, она всё равно взорвётся и будет всё заново. Но, понимаете, на это уйдёт миллиарды лет. То есть, нам не нужно об этом беспокоиться. И, в общем, взрывание этих Вселенных — это и есть дыхание Бога. То есть, всё идёт пульсировано. То есть, расширение, сжатие, расширение, сжатие. Вот так. То есть, есть определённый ритм. И ритм — это и есть жизнь. То есть, жизнь невозможна без ритма. Потому что абсолютная неподвижность — это и есть смерть. Но всё в этом мире живо. Потому что это так. И никак по-другому не могло быть. Я думала над тем вопросом, а что бы было, если бы не было ничего? И я поняла, что невозможно такого, чтобы не было ничего. Хоть что-то же должно быть, правильно? Хотя бы цвет какой-то. И Бог сказал, что не может быть такого, чтобы не было ничего. Потому что найдётся хотя бы один, но маленький атом. То есть, обязательно что-то найдётся. Поэтому... А ещё есть закон, что жизнь — это ошибка по Вселенной. То есть, кто-то может подумать, что это пессимистичная фраза. Жизнь — ошибка Вселенной. Мы что, ошибка? Но на самом деле это самая оптимистичная фраза, которую вы когда-либо услышите. А знаете почему? Почему? Потому что если считать жизнь — ошибка Вселенной, то неважно, какая жизнь — это уже чудо. То есть, неважно, какая у тебя жизнь, то, что у тебя есть жизнь — это уже чудо. Потому что жизнь вообще не собиралась быть задумана. То есть, Вселенная была гармонична и идеальна без жизни на ней. Но так как в ней появилась жизнь, она стала немножко вот вечно пульсировать между равновесием и неравновесием. И любой факт жизни — это уже miracle, это уже волшебство. И если смотреть на жизнь именно таким образом, то эта фраза станет самым самым оптимистичным, а не самой пессимистичной. В общем, такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok